Всем привет, дорогие друзья! Не так давно я распаковал очень интересный портмоне, аксессуар и одновременно чехол для ваших девайсов диагональю до 5,7 дюйма, в общем практически до 6 дюйма. И обещал, что должна подойти очередная посылочка с его непосредственно конкурентом. Давайте уже распакуем, посмотрим, что же нам прислали китайцы. Это новое видео на канале Gadgetmania. Мы начинаем. Поехали! Друзья, все пришло вот в таком вот интересном, на мой взгляд, пакете. Здесь, в общем, очередной чехольчик, очередной аксессуар для защиты вашего девайса. Шло из Китая порядка двух с половиной недель. Это, в принципе, неплохие результаты, не супер быстро, ну и, соответственно, не потерялось. Обожаю, напоминаю, обожаю, когда приходит все вот в таких вот желтых пакетах. Мне прям вообще впрет от этого. Посылочку, которую я очень жду, и, скорее всего, она не успеет прийти до того момента, как она должна прийти. Поэтому интересный, вообще суперинтересный девайс вас, скорее всего, будет отжидать в конце августа. Так, давайте откроем пакетик. Давайте его не будем рвать, а порежем. Главное, чтобы не разрезать. Это конкурент. Я даже специально не пользовался. Есть немного замечаний по тому портмоне. Я вам сейчас их озвучу. И после этого мы, конечно же, снимем сейчас распаковку данной штуки. А после этого мы, конечно же, их сравним. Итак, друзья, первое, что мы видим, получая данную посылку, это, конечно же, разительное отличие качества упаковки. За 550 рублей мы получили вот обычный вот такой вот. Я им даже не пользовался, потому что, чтобы он остался в товарном виде. И вот он в таком вот пакетике. Напоминаю, если вы не посмотрели, то вот где-то здесь можете посмотреть. Здесь же мы получаем тоже пакетик, но уже аксессуар находится в коробке. Если это по ходу своего движения, я видел, что это порядка 120 грамм. Здесь это порядка 238 грамм. Я думал, прислали два, а нет. Просто весит больше за счет упаковочки. Присутствует фирменный пакетик. Сразу видно, что это фирменная упаковка. И это фирменный аксессуар от компании Jason Case. Jason Case ориентирован на американский рынок. Данный производитель базируется в Гонконге, что находится в Азии, в Китае. И что мы получаем? Мы получаем офигеть какую интересную упаковку. Здесь у нас присутствует картон. Больше, в принципе, никаких обозначений нет. Есть только цвет. Указано, что это черный. Jason Case давайте вам покажу. Хотя будет под съемки, чтобы показывать. Открываем коробочку и получаем следующие результаты. Честно? Круто! Если вы хотите кому-то предложить, ну, сделать презент. Если вы хотите кому-то подарить подарок и хотите, в первую очередь, порадовать себя, то вы можете рассчитывать на очень презентабельную упаковку. Что же находится у нас внутри данной упаковки? Во-первых, бумажка. Бумажка, которая такая упаковочная. Знаете, я ее даже достану, потому что ее не достать. И не достать непосредственно самой портмоне. Во-первых, сразу пахнет кожей. Я прям ощущаю, как оно пахнет. Вот этот пергамент, на котором можно, если его промаскивать, можно выпекать вкусные булочки. И, сняв пергамент, мы получаем, в принципе, с виду идентичный портмоне, кошелек и чехол. Только немножко разное качество. Разное качество, друзья. Несколько секунд, скажем так, удивлений. И, опа, китайцы прислали мне iPhone 6. На самом деле, это офигеть какая интересная коробочка. Внутри находится вот такой вот силикогель для того, чтобы это все дело не впитывало в себя влагу. Ну что ж, давайте посмотрю я по качеству. Ну, друзья, тут как вам дать понять на камеру, что я буду излишне эмоционален, скорее всего. Я не знаю почему. Я когда показал своим, ну, своим близким, соответственно, своей жене тот кошелек, мы пришли к выводу, что он наполовину сделан из кожи. Давайте я покажу почему. Либо кожа, скорее всего, свиная, потому что кожа может быть и говяжья, и свиная. Здесь, скорее всего, в коричневом свиная. Он очень мягенький, здесь присутствует замша. Все об этом я рассказал в ролике. Но я не знаю, с каких пор и с каких времен настоящую кожу запаивают. То есть, вот те мелочи, к которым ты присматриваешься уже после того, как ты подержал в руках и рассмотрел более подробно аксессуар, ты начинаешь задавать вопросы, почему натуральную кожу запаивают по бокам в пластик. То есть, в принципе, не взападло, не стыдно показать. А обычно кожу как раз-таки производители кожаных изделий, обуви, сумки, аксессуаров, кошельков и все, что делается из кожи, они оставляют открытым для того, чтобы показать, что это цельный кусок кожи, там, телячий или еще какой-то. Здесь же пахнет кожей и на самом деле, скорее всего, внутри прослойка, она кожаная. Да и снаружи вроде как кожа. Но почему вы, китайцы, запаиваете это все телопластиком? Что же мы видим здесь? Здесь у нас, в принципе, идентичный продукт. Если их даже сравнить и поставить один к один, они просто одинакового размера. Единственное, что здесь написано Jason Case, немножко другая упаковка и по качеству отделки. Скорее всего, это у нас, так как у нас внутри замша, это, скорее всего, свиная кожа. Здесь очень сильно, скажем так, большая вероятность того, что эта кожа говяжья. Пахнет как новые сапоги, знаете, как новые, хорошие, качественные сапоги. Все абсолютно так же, абсолютно все так же. Присутствуют у нас три отделения под ваши визитные карточки, либо под ваши банковские карточки. Присутствует отделение под смартфон, куда вы можете положить любой смартфон диагонально до 5,7 дюйма. Без проблем он сюда влезает. Присутствуют магнитные такие вот застежки, чтобы это все у вас не болталось в руке. Ну что ж, друзья, это круто. То есть, владельцам устройств, которые не хотят использовать какие-то сторонние чехлы, это must-have девайс. Я в этом еще раз убеждаюсь, что это все не зря. И это очень офигенный подарок, если вы покупаете, допустим, не себе. Если вы покупаете кому-то, допустим, на день рождения, на юбилей, чтобы как-то отличиться от той груды, кружек, вилок, ложек и чашек, которые обычно дарят на день рождения. Присутствует второй карман под деньги. И, в принципе, по качеству. Давайте вот больше поговорим по качеству. То есть, здесь коричневый, тот, который приехал к нам первым, чтобы вы понимали. Я вам сейчас просто покажу это в более близком расстоянии от объектива. Здесь у нас вот такая вот мягенькая замша. В черном у нас тоже материал, но он более грубой отделки. То есть, не заморачивался производитель или, наоборот, хотел показать, что это вот такая вот отделка, что это тру кожи, как бы и никаких проблем нет. Друзья, ну, вот я вот пытаюсь все понять, где меня обманул китайец. То есть, здесь или здесь? Походу, нигде. Разные типы кожи. Пишите в комментариях, как вы думаете, кожа на это изделие или нет. Они абсолютно идентичны по своим качествам. То есть, выполняют абсолютно те же функции. Но здесь вот немножко другое. То есть, здесь черное. И оно такое вот, знаете, как действительно бывает кожа. И здесь вот материальчик, он, если здесь в коричневом у нас он такой, знаете, более мягкий, то, скорее всего, здесь со временем будут такие протертости, которые бывают на кожаных изделиях, когда... Ну, вот смотрите, друзья, вот здесь вот я вижу. То есть, если посмотреть на вот эту вот часть кошелька, то есть портмоне, вы можете увидеть как раз-таки то, о чем я говорил в начале ролика. Открытый участок кожи. Черный цвет мне, во-первых, нравится больше. Какой из этих двух выберу я? Конечно же, черный. Почему? Потому что он немножко дороже. Он выглядит и ощущается, как true натуральная говяжья телячья кожа. Немножко другой производитель. Ну и, конечно же, цвет. Если вы не хотите переплачивать ровно в два раза, то ваш выбор за Flowfame. Ну что ж, большое спасибо китайцам, что прислали мне картон на iPhone 6. Буду им обязательно пользоваться. Вам большое спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, присутствуют в описании под этим видео. Участвуйте в розыгрыше от gadgetmania.ru. Ссылочки тоже будут в описании под этим видео. Конечно же, пользуйтесь нашим купонным сайтом gadgetmania.ru. Место, где вы можете экономить на покупках в интернете. То есть там более 250 купонов доступно на данный момент. Все это модерируется в каждый день лично мною. И только лучшие предложения со всего мира. И, конечно же, у нас есть bloggersclub.ru. Место, где вы можете написать статью или разместить свой видеоролик. Если вы зарегистрируетесь, вы автоматически станете автором. Большое спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok